Санта-Крус Вот так вот Ну Нельзя сказать, что очень холодно Это будет неправда Это будет преувеличением Но легко Так знаете, прохладненько, влажненько Приятненько И народу много Вы видите тут Народ движется Вы видите Виктора Который вернулся в Соединенные Штаты После посещения Страны Басков и Португалии Испании, Франции Португалии и острова Мадейра Где, вот если из этих всех выбирать Где лучше всего жить? Жить лучше всего В Соединенных Штатах Америки А на острове Мадейра? Там, я знаю, есть Мадейру пьют? На острове Мадейра пьют Мадейр А в городе Порта Пьют Порт То, что называется Портвейн Три семерки Вот, вот, очень Но, дрянь Портвейн-то у них Или хороший? Портвейн у них Совершенно ничего общего Не имеет с тремя семерками Так И то, что я вот привез, например, домой И что вы будете пробовать Сделан в 84-го года Стоявший А где оно? Оно стоит на полочке Да, спасибо Понял Мы тогда заснимем этот процесс Это процесс употребления Он Ну, что самое интересное Да Там мы были в магазине винном И там есть Портвейн На котором Бутылки ничего и не изменились Вот они не как сейчас нарисованы Там вот, а так и были Так, там есть Портвейн 1888-го года 1875-го Я не пробовал Он дорогой немножко Для меня И я не думаю, что я пойму большую разницу Ну, вообще, что есть какая-то еда Которая была сделана 140 лет назад Это еще до революции До Первой мировой войны До того До химикатов До Николая II И даже до Александра III Я бы сказал 1875-й год Это вообще очень внушительно звучит Да Что что-то было Снят урожай Урожай 1975-го года Так Положен в бочки Он настаивается как бренди То есть это фактически Можно сравниться только с папирусом Египетским Который есть, может быть, нельзя Но читать можно Ну, можно и так сказать Друзья, о кошмарах путешествия по Европе Нам рассказывает Виктор Который взял машину в рент в Лиссабоне Нет В городе Бильбао Бильбао В стране басково В Испании брал В Испании Когда мы вернули машину в Лиссабон Что есть в Португалии Да Португальский язык отличается от испанского Это совершенно не один Да, безусловно Безусловно Они были одной страной 60 лет Но это, так сказать, история Это недолго Вот это другой язык И протокол о возврате машины И найденных там повреждения Так Оформлен по португальски Со страховой компанией На каком языке вы общаетесь По поводу эксидента Или вы им отдали все три И говорите А у нас все на доллары Я послал все три И написал свое объяснение Мне пришлось На каком языке? Ну, на английском, естественно Не, мог бы, знаешь В Google Translate на французский перевел там Я французский И они пришлось мне подписать рапорт Как бы не совсем Но я немножко-то знаю французский Но не настолько, чтобы там нюансы Да Этого дела понимать Да, одно дело Каман-Сова А другое дело Когда сам как Сова Сова-Бьян Да Вот так вот проблема возникла Понятно Но проблема до сих пор не решена Я послал документы Я не знаю, чем это дело кончится Да бог с ними Кто виноват? Бог с ними В общем, друзья Ездить надо по Европе Очень осторожно Трудно И не открывать водительскую дверцу Когда летят всякие француженки там И не смотрят Симпатичная была? Ну, как тебе сказать Она была такая В ярости такой Что уже было трудно оценить Уже женскости мало осталось Женскости было мало А при том, что А почему в ярости? Это же она сама на вас найдет Ну так вот Она сама и была в ярости На себя Я запарковал машину на стоянке Вдоль улицы Ну улицы там Это Европа Старый город Поэтому там улицы узенькие Но там ячейки такие Я запарковал машину Выключил двигатель То есть с этой точки зрения Совершенно чист Моя машина вообще не двигалась Открыл дверцу И немножко посмотрел Прежде чем выползать из машины Я всегда оглядываюсь Выключил я все Не надо ли там взять темные очки Еще что-нибудь В общем, пока я зевал по сторонам Несколько секунд спустя Она не рассчитала И мою водительскую дверь В нее вляпалась Ну не рассчитала На маленький кусочек Может там на 2 сантиметра Не считается Да, но дверь работала Это была хорошая часть Что можно было после этого Я поехал дальше Мне не нужно было вызывать Аварийную машину И вообще менять машину Виктор, в стране басков Есть вообще вот что-то такое Знаешь, как One single most important thing to see Пинчес Пинчес Это то, что называется по-испански Tapos И это такая еда Когда типа маленькие бутербродики Кладут на них совершенно невероятные вещи И смотрится это совершенно невероятно аппетит То есть, друзья В этот момент вы забываете о том Что они сепаратисты Что это древнейшая цивилизация Европы И так далее А просто кушаете все и все Часть забываете, сейчас не забываете Они говорят на другом языке И там все на двух языках Это не испанский У них Ну испанский всюду перевод как бы Есть испанский перевод Но все на их языке написано Такой вопрос Вот в этом глухом уголке Европы Где вы путешествовали Там страна басков Там страна басков французская Португалия Там люди по-английски вообще говорят? В Португалии все говорят по-английски Потому что там 25% национального дохода идет от туристов Там можно говорить по-английски В любом практическом месте И даже с людьми на улице Это очень приятно А в Испании плохо говорят по-английски А вот так, когда идешь там по Португалии Там слышно украинскую речь Там молдавскую может быть Первое, что мы услышали Когда мы остановились Мы проехали Из Испании В Португалию Там хоть и как бы официальные таможни Ничего такого нет Но стоит флаг И мы остановились сфотографироваться У флага Португалии И пока мы идем по флагу Мы слышим родную русскую речь Ну не мат, а просто речь Мы очень обратно Просто родную речь Причем я даже сейчас не могу сообразить С кем он говорил Потому что он шел один И без телефона Может быть сам с собой разговаривал Да, русский Вот, мы конечно обрадовались Подбежали к нему обниматься Мы, это я со своей женой Старшей женой Да Мы побежали к нему обниматься И выяснять, чего он тут, мол, делает Он сказал, что он приехал Из родной Украины Ну, видимо, из той части Потому что он говорил на чисто русском языке С нами всяких акцентов И он уже 16 лет живет В этой самой Португалии И водит какой-то грузовик Туда-сюда Из Испании В Португалии обратно Я могу сказать, что Когда я познакомился со Светланой Это был 1974 год И мы поехали тут же в Киев Там погулять Я был Второй курс закончил Я хочу сказать, что Киев Был практически весь русскоязычный То есть Трудно было найти человека Который бы говорил Вот там На Сурджике Или на чисто украинском Может быть там Сколько-то народу Гекало немножко Так, характерно Южный такой Гек Но Абсолютно чисто говорили Сейчас это меняется, конечно Ну, хорошо Значит Встретили вы украинца Широ Я кей про цюе Он рассказал про свою жизнь У Португалии Мы сели в свою побитую машину И поехали дальше Понял Ну, как ему живется-то Он ничего А живется ему очень хорошо Он сказал Он сказал, что ему живется хорошо Всю семью перевез Он всем доволен А в другом месте Мы встретили девочку Которая в отеле у нас была Самая южная Южная часть Португалии Которая выходит на Средиземное Как бы море Там Почти гибралтаж Это уже даже загибло Получается По географии Совсем уже на границе с океаном В общем, девочка там была Ну, относительно девочка Она у нее там Бои детей И все такое И она с мужем там живет Тоже примерно 16 лет Она сказала И она приехала из Молдавии Она сказала Из Что-то типа Приднестровья Такое слово она сказала Я не совсем знаю Я там никогда не был Она давно переехала Левая часть Денистра Ну, чтобы представить Немножко Их жизнь Да Ее зарплата 600 Вру 600 евро Это была зарплата Нашего водителя автобуса А у нее зарплата была 450 евро в месяц Я извиняюсь Они нищенствуют? Ну, у них там многие вещи Намного дешевле, чем здесь Ну, покупать миллионные дома Там, как в Калифорнии Это не получается Для этого нужно идти на курсы Миши Портнова И Я думаю, что Им нужно двигаться на Ютест И тестировать в онлайне У меня был в Италии Человек, с которым мы встречались Из наших зрителей нашего канала Так он живет где-то там Существенно на юге В Италии Где вообще ничего нет И он за 40 тысяч евро Купил дом Вот И зарабатывает 800 евро в месяц Тем, что полдня Значит, тестирует софтвер И на мой вопрос Можно ли зарабатывать больше? Он отвечает Можно Но тогда придется налоги платить Потому что с 10 тысяч в год Налогов не берут То есть он работает Апту Желом Налоги в Португалии Вам тоже рассказали Так То есть где-то Они берут Примерно столько же Как здесь Где-то, грубо говоря 25% 28% на самом деле Я назвал цифру На суммы До что-то От 10 до 20 тысяч евро На семью В год Да То, что здесь вообще ниже Вообще Ниже радара Здесь еще возвращают Налоги Да Суммы, скажем 80 тысяч евро Которые уже Такое Вообще мало кто Получает И с них берут Там, грубо говоря Половину Исчезают Ну, да Если у нас Половину Берут с 250 тысяч То там Половину берут Значит с 80 тысяч евро Я не заметил Что цены там ниже Чем в родной Калифорнии Потому что Но с другой стороны Мы были в туристских местах Естественно Мы не И они не покупают В туристских магазинах Сувениры И поэтому там у них Но мы заходили В обычные магазинчики И все Смотрели Ну, люди в целом Довольны так Они ходят Люди в целом Довольны Улыбаются Кофе пьют Кофе Вот по кофе Кстати, очень характерно Чашечка кофе Стоит там 60 Или 70 центов